Храмовая икона Божьей Матери всех скорбящих Вот видите, какое удивительное изображение Матушка Божья и вокруг нее все скорбящие Она всем подает отраду и утешение Подают скорбящим отраду и утешение и священнослужители Сегодня жизнь церкви не ограничивается стенами храма Особое значение имеет социальное служение Мы должны служить тем, кто рядом с нами И это служение должно происходить из глубины нашего сердца из понимания того, что мы все чадо Божие Нас Христос любит всех одинаково И здесь многое зависит от священника от его позиции, от его образования и опыта Священник Это как проводник Дорожка вот такая к Богу Священник, он как бы невидимый Христос для нас То есть мы мыкаемся, мы советуемся с ним И он нам помогает в нашей жизни Сейчас большая часть священников в русской православной церкви являются образованными священниками имеющими и светское высшее не одно даже, а светское высшее и духовное образование И когда люди приходят к такому человеку то они это чувствуют потому что он может дать немножко больше, чем обычный человек Из глубины вот этих знаний из глубины опыта Но прежде всего священник должен любить Христа В госпитальный храм при психиатрической больнице имени Бегтерева приходят и медперсонал и жители микрорайона и пациенты Пасхи, Пасхи Имя Господа, помоги вам Господи, помоги вам Конечно для людей находящихся в немощи телесной и душевной церковное слово церковная служба таинство Святой Прославной Церкви имеют очень большое значение в деле их исцеления Больницу Бегтерева можно сравнить с уездным городом Российской империи 19 века Около 20 отделений 2000 сотрудников и почти 1000 пациентов людей с больными душами Главный врач клиники Юрий Петухов ссылается и на опыт психиатров 19 века Тогда, во времена развития психиатрии строительство больниц для душевнобольных начиналось с возведения храма Возглавив Кировскую клинику Юрий Петухов обратился в Вятскую епархию с просьбой о создании прихода на территории больницы Человеку вообще есть необходимость веры потому что вера, религия она не способствует не призывает к гибели она всегда призывает к спасению, к терпению к определенному значит и когда верующий человек он как-то дисциплинируется Медицина и религия пришли к взаимопониманию и при больнице был открыт храм во имя архиепископа Луки Крымского почитаемого по всей России молитвенника с больных и врачей Уже 4 года приход храма во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радость окормляет больницу имени Бехтерева Каждый вторник проходят службы раз в месяц божественная литургия посещает батюшка и отделение не все пациенты могут покидать их стены Среди них есть те кто уже давно находится в клинике и в этом специализированном отделении решили открыть молельную комнату У нас достаточно много пациентов хронизированных которые к сожалению с трудом перемещаются и не могут выходить и посещать наш храм поэтому родилась такая идея мы попросили отца Владимира он любезно согласился помочь нам Врачи отмечают с пациентом священник разговаривает по другому У врача задача выявить симптомы сформировать лечение убедить пациента что это лечение правильное а у батюшки психотерапевтический подход и польза от общения с ним и от посещения служб налицо А здесь мы тоже направляем наших пациентов на то чтобы они ну скажем так не нарушая заповеди обращаясь с заповедями и помня о них и посещая храм значит они в это время не посетят детей на кинецоведение хулиганских действий не будет может быть еще каких-то жестоких действий по отношению к окружающим и к себе в том числе Раннее утро в доме-интернате для престарелых и инвалидов постояльцы уже на ногах отец Евгений служит молебен верующие не покидая дома-интерната могут подать записки о здравии и упокоении поставить свечи помолиться всем миром все приходите следующий поедине а батюшка уже спешит в дом ветеранов где его тоже ждут в этих стенах проживает 235 человек вот этот еженедельный приход батюшки им как бы приносит некое удовлетворение некую возможность пообщаться напрямую с батюшкой прихожане добрым словом вспоминают своего первого батюшка отца Михаила по его инициативе была открыта молельная комната конечно тут если те которые болящие не могут ходить в храм идти и сюда посвящают потому что не могут идти как я такая убогая все таки нас таких много сами прихожанки говорят что часто обращаются к батюшке за советами и по житейским вопросам и по духовной жизни отец Евгений отмечает что сегодня даже пожилые люди просвещенные а потому подходят с вопросами серьезными конечно молельная комната это не храм но и здесь идет насыщенная богослужебная жизнь естественно не все могут в силу возраста в силу здоровья посещать храм поэтому мы сюда приходим служим молебны панихиды и значит кто не может тех причащаем святых христовых тайн и таинство исповеди происходит и таинство причения вот когда открылась перспектива выхода из подполья церкви вот после празднования тысячелетия крещения Руси были огромные надежды связанные с тем что в церковь придут свежие хорошие силы и когда двери распахнулись хлынул поток и церковь наводнила то что в принципе было в нашем обществе но со временем очень много людей ушло из церкви потому что они не привыкли внутренне работать ведь церковь призывает к тому чтобы мы упор делали прежде всего на своем внутреннем мире на своем мироощущении на покаянии личном на метаной многие с этим не справились ушли но зато сейчас в церкви остались думающие интересные люди сегодня мало одного желания для того чтобы стать членом церкви пройти обряд крещения для некрещенных проводятся огласительные беседы посещение их теперь обязательно иначе к таинству не допустят когда пришла сюда было очень интересно все перевернулось как будто бы я на голове стояла а не на ногах рассказываться и о истории о всем чем коститься на знать что ты делаешь чтобы понимали что это очень серьезный обряд крещения вот и как бы ты дается Богу как бы путевка в веру путевка в христианскую жизнь жить по заповедям и что это чтобы родители понимали и воспитывали соответственно свое дитя как говорят священники оглашения это единственная возможность видеть в храме тех кто знает что он здесь делает для чего понимает что происходит и в душе и в храме приход это семья и мы должны знать свою семью через это будущее прихожане знакомиться со священником он становится для них близким человеком он не просто какой-то жрец который там за какой-то ширмой называемый иконостасом отделен от нас далек для нас а он член моей семьи и во время практики оглашения ведь происходит не только знакомство человека с историей церкви с богословскими какими-то моментами но и происходит живой диалог христианский просветительский центр кандидат филологических наук Андрей Злобин рассказывает как христианство повлияло на творчество Чехова присутствующие на встрече и сами знают как вера может все поменять я вообще не думала что что-то вот такое произойдет что-то изменится как-то по-другому стану относиться к жизни но на самом деле до сих пор удивляюсь тому что произошло потому что все меняется и в лучшую сторону это не может не радовать все невзгоды в жизни как-то они переживаются по-иному ты знаешь что Господь тебя не оставит ангел-хранитель всегда с тобой и все у тебя будет хорошо священнослужители отмечают молодежь сегодня приходят в церковь в поиске истины для кого-то это обычные житейские проблемы а кому-то покоя не дают вопросы философского уровня на нашем приходе каждое лето мы ходим в поход вот даже таким образом были собраны была собрана первая молодежь вот они были созваны с помощью первого похода на природу мы просто пришли на природу два дня находились там и я пытался ответить на их вопросы каждый вечер у костра и все это завершилось богослужением на природе для людей семейных главный вопрос как сохранить лад мир понимание любовь эта любовь в принципе в миру она искажается очень сильно а в православии начинаешь понимать что любовь это долготерпит не превозносится и так далее если исходить из святого писания там 14 пунктов в наше время для ребенка вообще без церкви я не понимаю как он может жить в этом дерганом мире с этими мультфильмами агрессивными и даже просто по нашему ребенку можно заметить что все-таки когда он заходит в церковь он ведет себя гораздо спокойнее особенно когда он был меньше то есть он старался ко мне даже когда я его держала на руках вот как на иконе значит мальчик обнимает богоматерь он старался так прилечь как-то полюбить меня как-то по особенному то есть он чувствовал эту атмосферу чувствовал вот это вот наполненность все равно что дети они чувствуют это православие осознаешь не только разумом а через таинство что бог есть любовь мудрый русский народ неспроста произвел такую пословицу кому церковь не мать тому бог не отец все что мне дорого на этой земле все что я люблю храм василия блаженного соборы московского кремля новгородская софия храм покрова на нерли кижи достоевский эрмитаж все это напитано христианским осмыслением нашей жизни учит вероклашек из 18 кировской школы сегодня в расписании основы православной культуры мне на этих уроках нравится сам предмет мы узнаем много нового тоже узнаем как надо жить всякие законы не создавать себе кумира шесть дней шесть дней шесть дней работая а седьмой богу как хочешь чтобы поступали с тобой поступай так и с другими мы узнаем о своей культуре о христианстве как надо правильно жить урок по основам православной культуры проходит не только в классе дети покидают школу чтобы пообщаться с батюшкой и посетить православный храм увидеть его святыни чтобы узнать что находится на этой большой территории где рядом сразу два храма одному уже 20 лет и дерево потемнело и стены его уже не вмещают всех желающих посещать службы когда-то это был первый храм в России освященный в честь новомучеников и исповедников российских тех кто погиб в 20 веке за свою веру и после долгих лет атеизма это был первый храм на Филейке в большом и постоянно растущем микрорайоне даже Алексей II приезжал вот я лично с его так же стояла он и сказал первое в истории за 4,5 месяца хоть и деревянная но выстроена церковь вот благодаря отцу Михаила у нас такая церковь а потом еще выстроили часовню за 20 лет потом эту церковь выстроили всем миром строится теперь храм новый горят золотом на солнце его купола освящен он во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радость работа еще продолжается но в большие праздники уже распахивает он свои двери для прихожан так в Великий Пост в Благовещении Пресвятой Богородицы в новом храме была отслужена Божественная Литургия Больше стали верить в Бога молодежь ходит очень много причащается детей вот так не было в начале когда я начала ходить а сейчас каждый выходной столько причастников ну это просто замечательно я хотел бы выразить огромную благодарность прежним настоятелям этого прихода особенно отцу Михаилу который много потрудился для того чтобы в этом районе возникли два храма а потрудиться еще есть над чем за последний год в новом храме удалось поставить двери были выстроены новые складские помещения вести работы активными темпами приходу не позволяет скромный бюджет вот и сейчас лежат частично неоплаченные счета за иконостас будет он удивительным фарфоровым, белорозовым необходимо провести отопление закупить всю утварь сейчас для службы те же подсвечники приходится переносить из одного храма в другой расходы большие и здесь будут рады помощи жизнь прихожан полна событиями особо радостным стало возвращение после реставрации местно чтимой иконы святителя Николая филейский список великорецкого образа несколько месяцев находился в Москве в научном центре имени Горбаря как выяснили специалисты образ был написан в начале 18 века под серебряный оклад но первое время икона была без защиты а затем ее поместили в ризу из бисера и стекляруса которые привели не только к царапинам но и к неправильному преломлению света свое дело сделало и время краски начали осыпаться а дерево превращаться в труху образ нуждался в срочной реставрации особую радость у прихожан вызвал тот факт что икону успели обновить к великорецкому крестному ходу в нашем приходе существует традиция совершения собственного крестного хода от нашего прихода до Филейского кладбища где по преданию захоронен преподобный Стефан Филейский мы берем с собой не только образ этого святого но и наши местоочтивые иконы в том числе прежде всего вот ту икону которую сегодня мы привезли из научной реставрационного центра имени Горбаря возвращение паломников с великой ждут обе стороны прихожане готовят для путников сытный обед обширный двор позволяет расположиться здесь на отдых перед узнуряющим переходом по городским улицам это быт а главное приход принимает у себя святыня все наше социальное служение наши приезды в дома престарелых дома инвалидов наше посещение воинских частей или исправительных учреждений наша встреча с сильными мира сего и с простыми людьми все это подчинено одной единственной цели служению божественной евхаристии божественной литургии за которой происходит архиважнейшее событие человеческой истории ежедневно хлеб и вино по молитве верующего народа по молитве церкви приосуществляются в тело и кровь Христову и люди желающие соединиться со Христом причащаясь тело и крови становятся частью этого метафизического мира наше случается в этом проекте зашим roleто